Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, верховного жевжика планеты Земля, и я продолжаю выкладывать партию в Humankind. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии, ссылка есть в описании к этому ролику. А спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, спасибо им за поддержку. И всем зрителям приятного продолжения просмотра, и прошу, пожалуйста, не забывайте делать клипы к этому прохождению, чтобы я потом такое мини-видео составил. Инновационная и сильная мощность. Камеры представлены вас с софистическим ингредиентом и баллиста-эквитовыми эллифантами. Я люблю это. Сюда идем, этой армией, этой армией тоже сюда идем. Так, в кружанах барай сорок, два производства. 42 производства, и 15 еды, так-то. 37, 13. Где ты? Сверху. Там, где у тебя вон пост был. Так. Ну ладно, давайте сюда. Так. Дальше я иду в прогресс. Кстати, а где у меня научные... Еще раз напал. А, научные только в философии. Фак. Ну, письмо Мэри Плауни, и потом надо в философию лететь. Блин, я думал, тут уже будет научный. Может, и зря Кахмеров брал. Ладно. Утика. Так, давайте-ка вутики сначала. Еще в каждом по одному району просто купим, в каждом городе. Побараю вот так. Дальше. К пружанам у нас три территории присоединено. К Радашковичам три. И к утике три. Ну, я четыре. Вот, Настя, наверное, все-таки к Радашковичам присоединю. Хадар. К этому ног хочу завоевать. Так, ну, во всем остальном. Так, тут рыбная лавка. Тут у нас... Кстати, а что с социальными институтами? Стоит ли мне... Вот сейчас мне, кстати... Знаете, что можно будет делать? Вот сейчас мне имеет смысл... Так, независимые точно не надо. Религиозные обряды. Ну, кстати, можно принять. Тут он скоро закончится. Да. Можно вот сейчас... Стоимость пока армии не буду принимать. Можно сейчас копить на... На... Чудеса. Пока только одно чудо... Я схожу, у нас религии вообще никто, да, не идет? Де Моникс. В смысле, почему? Ну, потому что второй уровень я взял, и я был вторым. Ну, я скоро возьму. Ну, я построил первым священное место в игре, и, как бы, моя религия все равно померла. Ну, это, видимо, от жителей... Количество жителей зависит. 30 фармеров с квартирами вполне удастся. Мы надеемся, что популяция получает немного экземпляров. Кстати, уменьшается у меня количество-то. Было 61, стало 56. Вау. Надо какую-то святыню построить, я думаю. Так, значит, у него... Надо будет этой армией нападать. Я, по-моему, пока не могу присоединять армию, да? Да, организация войска не открыта. Так. Можно, конечно, допокупать районы, но я думаю, что мы этого делать не будем. Тут все по одному, собственно, осталось. Построить. Я бы здесь... ...сделал реально... ...гавань. Ешо. Греки прославились как предатели? Вау. А вот и насилие. Аксумцы. Вот и пошла жаришка. Вообще, в этой игре, то, что нету вообще никакого мира, я вот не уверен, что это хорошо. Ну, то есть даже у вас... Вот у нас был пакт о ненападении. Очень не нашли. Ну, просто не нашли. Ну, ты не можешь нападать, пока он, как бы, активен. Но ты можешь объявить внезапную войну, и всё. А можешь объявить и не внезапно, если у тебя 80 военной поддержки. Ну, я, например... Ну, вообще, есть союз. То есть в союзе ты не можешь сразу войну объявить. Ну, в союзе... Ну, а по идее, в один ход нельзя сначала сбросить союз, потом войну объявить? Нет. Нельзя, да? Значит, надо... Ну, это один ход даёт, но лучше, чем ничего, наверное. Так, а мы как в итоге с битвами-то делаем? Или мы никак не договорились? В общем, автобой мы ставим, или что мы делаем? Ну, как вы решите, так и делаете. Не, ну, в общем... Главное предупреждать. Главное предупреждать, что ты напал, чтобы там человек... А там, где город, где этот... Как он, Сидон, по-моему. А, вижу. Так, давайте торговлю проверим. Пока там ребята... Ну, просто если вручную контролить, как я вчера и говорил, всё будет очень долго. Это не только... Ну, совсем терять... Совсем уже терять, знаешь, юниты... И там есть, когда реально видно, что ты побеждаешь? Тогда можно автоматом. Ну, а есть варианты, когда надо руками. Ну, ладно, по контролям. Я-то стук-за просто... Это сильно увеличивает время. Всей партии для всех. Что-то, чтобы сделать нашу аферу более Сивил? Да, ты так спешишь еще, так все. Я спешу. Пока-то, чтобы вот это покупать я. Принято, потому что и железо, и медь могут бонусы. Давай. Ну, медь-то сейчас прям конкретно дает плюс 5 производства. Лошади дают плюс 5 еды, там, где хлев построен. Так что... Не помешает. То есть, вы меня попилить решили? Окей. Что-то... Что-то напомню. Я-то не понял. Ну, не то, чтобы попилить. Мне этого все равно ничего не достанется. Скорее всего. Но... Кельты. Вот. Амадиоха. Вполне неплохое. Ну, вот. Я не знаю, как там кельт... Кельту далековано. А, вот этот он хочет. Амадиоху забрать. Ну, кстати, а если красный объявил войну... Я имею в виду, вот именно Вавилон, который... Сепар, Вавилон объявил войну чисто за Амадиоху, ты, наверное, коричневый, типа, можешь сдаться сразу. Типа, он просто получит эту территорию, и все. Поэтому война закончится, видимо, нет? Да меня сейчас гораздо больше греки беспокоит. Понятно. Так. Только Грей почему-то не закончил ход. Вот. Давайте чудеса присваивать. Причем святыни я хочу. Значит, тут святыня игнорируют. Изменяет промышленность. Ну, у нас промышленности так дофига. Я бы, наверное, храм Артемида сначала забрал. Так. И построил его. Ее. А, блин, она, по-моему... Нет, она, по-моему, где угодно ставится. Давайте вот тут. Красиво. А что? Какая тут способность у строителей? Слушайте, а какой этот способность у строителей? Ну, вот, типа, кнопка. Что-то... Промышленный рывок. Что это делает? Все в производство? Все остальные... Да. Вещи. Вертит науку и золото, по-моему, кризис. Угу. Так, ну... Сейчас поймем решить, с какого места нападать лучше. Я думаю... Думаю вот отсюда. Это первая битва в этой игре у меня в фигасе. Так, давайте как-то вот так расставим. Так. Попробуй. Открыться. Что не добью? Жаль, сейчас побежит лучников бить. А, не. Копейщиков. Ну, это он зря. Может... Может, на них зона контроля просто действует все-таки? Окей, ты... Я, наверное, на тебя напал там. Лучше сейчас подвести, потому что больше бонус от союзных отрядов. Видите, плюс три. Победа. Блин, еще какой-то юнит. А, да. Ну, давайте, наверное... Не, ладно, давайте эту армию вынесем. Мгновенно сделаю в данном случае. Тут не должно быть каких-то много потерь. Заодно... Звезды убивали к... А, суть тут. Я так ничего не выполнял, за это мне аж пятерых достаточно будет убить. Просто для первой звезды. Наверное, не будем помогать, пока... В чуде он там и так один ход строится. Кружаны. Давайте тоже фермерский. И еще один. А, подождите, а что я... Стоп. Это, блин... Тут храм Артеми даже строится. Во, в Родашковичах. Семь. Давайте еще фермерский. Есть письмо, есть храм Артемиды. За счет везде. В скриптории. Я думаю, нам надо... Не на деньги, а на науку сейчас. Перестраиваться. И, по-моему, я могу сейчас еще... Чудо... Нет. А, 450 теперь надо. Окей. Свобода прессы. Стоимость отмены. Предотвращает революцию. Наверное, ничего не буду принимать. Ничего не буду. Артемиду построил. Это влияние... Видите, 63 стало. Последователей. Влияние заработало. Так. Ну, нападаем на... Блин, у меня, правда, сейчас штраф будет. Пойдем лучше вот этого попробуем завалить. Тут у нас кто? Лучники. Давайте просто... Конями вот этими двумя. Просто мы... Так мы успеем добежать. А с лучниками не успевали бы. Ну и должны выносить. Там это надо. Кнопочку нажать по битве. Я не заметил. Она еще должна быть доступна. Все, 5 секунд прошло. Ну. Ну, просто звезда. Еще одна чем. Плохо. Да и юнит. И зачем он тут стоять. Да, больно ударил. Просто... Это в тыл. Потом отсюда тоже в тыл проведен. А, да я даже уничтожил просто. Ошибись. Отлично. Победа. И звезда эпохи за воинственность. Так, тут надо переключиться на науку. Очевидно. Так, сделаем. Производство все равно останется. И продовольственный рынок. Четыре не понял, который зашел. Там же войска были. Ну, почему-то не было. Я еще удивился, как бы. Лол. Скрипторе добиваем. Переключаемся вот так. Утика. Скрипторе просто покупаем. Так. Продовольственный рынок строим. Строим. И тут продовольственный рынок можно поставить. Это деньги от торговых кварталов. Так, можно сразу вылечиться. Тоже зайду сюда. Не хочу просто ног захватывать. Представьте, почему у нас будет... Да, кстати. Мореплавание в тему открываю. Потом после мореплавания идем в философию. Тоже одно... Один ход. После философии давайте в риторику. Потом организация войска, регулярная армия, фортификации. Торговый экспедит. Это можно будет по воде плавать. И гидрология. Вот так. Пока постою. Тут, собственно, гг-шек-то осталось. Только ног. Я бы ног поглотил утика. Я просто не знаю, сколько это будет стоить. А культуру я пока хочу на чудеса. Оставлять. Ну вот тут серьезные... Осада Библа происходит. Красивая. Вижу, правда, только коричневого. Тут да, у нас очень много юнитов. Гоплеты. Четыре гоплета. Нет, восемь гоплетов. Но я тут не отбиваюсь вообще никак. Четыре маркобаты против... Ну у тебя копейщики, конечно, тут не в тему. Ну у тебя просто юниты, видишь, не против него. Ну вообще не против него, да. У меня юнитов вообще по факту нету, потому что я еще их тупо не открыл. Шо ж ты так... Мелок. Ну вот как-то так получилось. Ну, держи просто эту, не высовывайся. Стой в защите, типа. Не знаю. Ну а там... А, это подожди, это ты вылез нападать на него или как? Нет, он ко мне подошел. Он. Я вообще не вылазил, у меня почему-то я помещал, короче, в город юнит. А его там не оказалось. Ну, в общем, стой в защите, лучниками как-нибудь сзади обстреливай сверху. Не знаю. А у вас таймеры... А, вижу, таймер, кстати, есть на ход. Таймер идет, но у нас из-за того, что здесь 20 плюс юнитов в битве, он как бы... Да. Ну это самый маленький, кстати, таймер стоит на битву, то есть там добавилось. Тут на каждый ход получается сколько у вас... Ну там каждый юнит 2 секунды добавлял. То есть... Если у тебя 18 и 14, это у нас 32, да. То есть чисто за юниты плюс минуту на ход. Не, ну тут важно, слушай. Все остальные могут просто пойти там, покосить чаек, заварить. Точно, ну и как вот такую битву можно автомату отдавать? Ну вот так. Ну а как? Так, ну вот либо, да, чай ходить заваривать по не знаю сколько раз за игру. Ну почему сколько раз? Ну типа так часто будет вообще. Не знаю, как конкретно в этой партии, но вообще теоретически война такая. Это не то, чтобы прям уникальные события. Кстати, не могу покупать ресы... Короче, город находится в осаде. Не могу покупать ресы у того города, который в осаде находится. Логично, в принципе. Ну и опять же, торговля, например, вот с коричневым, там, часть остановилась. 16 уникальных юнитов. Он ко мне в гости привел. Я даже походить с таким таймером ими не успел. Подготовился к войне. Вот так вот, дело и доброе дело людям. Там грео ни одного юнита не потерял. Посмотрим. Мне кажется, я, конечно, не очень конкретно всю территорию вижу, но тут вот надо было на этих холмах как-то стоять сверху. Я вот вижу какие-то холмы слева. Ну вот на них лучники стоят, и лучников всего три. Ну вот и всех остальных тут вот так вот ставить, чтобы они друг к другу соседство и чисто в защиту ставить, не нападать самому. Ну, так-то, конечно, у него юниты конкретно сильнее. Гоплиты 27, они, у них там еще за соседство... Сколько они получают за соседство каждого? Да, гоплиты тут сумасшедшие. Вообще, они сильнее притерианцев римских сейчас. Да. Маркобата 24, а у коричневого лучники 17, ну, это вообще смешно, конечно. Это смешно, да. Ну, это у тебя первый лучник, я не знаю. Ты, я так понимаю, что просто по науке очень сильно отстал от розового. У тебя даже нету, я так понимаю, этих юнитов, да, современных, своих. Ну, у меня они будут через пять ходов. Кстати, а где мой уникальный юнит? Так, на всякий пожарный. А, значит, даже какие? Через семь ходов. Так, вот тут карфагенский боевой слон. Аукхмера. Вот он. Стрелок. Ну, короче, надо бы мне в слонов все-таки выйти. Вот так. Сейчас вообще науку надо максить будет. Там ремесла. Завоевание. Осадная тактика. Мощь империи. Нет, давайте даже не осадную тактику. Теология. Потом посадную тактику. Или покупка лучше вот так. И потом военные постройки. Вот такой примерно у нас план развития. Вассал он скорее, он может тебе предлагать. Как-то странно. Я вот ничего не могу предложить вообще. Если бы у меня были требования по кризису, если бы я нападал с этими, я бы мог хотя бы это просить. А поскольку я нападал внезапной войной, то вообще как бы ничего нет. Да, то есть у него просто тупо 100 единиц репараций. О, организация за 196 открыть. Я, наверное... Или 186 науки. Это зависит от того, сколько стоит. Причем, как всего, так и с моей стороны. Это бредово. Она стоит 98. Так что 186 науки круче. Мы философию сейчас откроем. И научные районы начнем ставить. Наконец-то. Но это действия думающих и движения, которые будут touch every aspect of civilisation. То есть я как бы понимаю, почему, допустим, он не может мне сказать, стань моим вассалом. Все, не набил очков. Ну а почему я не могу сказать, что давай я стану. Я думаю, три района хватит. Очень странно. Давайте кораблик я куплю сейчас просто, чтобы быстрее начать плавать. Так, теперь в Радашковичах. А, блин, я еще догму могу принять. Так что у нас паломничество. Стоимость социального института. Военная поддержка. Соблюдение постов. Пищатга. Вот это давайте возьмем. Соблюдение постов приятненькое. Так, это мы уже использовали. В Радашковичах. Ага, можно святыню. Но я хочу, конечно, научные сначала. В ячейке ученых. Рыбную лавку. В святыне чуть позже. Так, в утике. Ну, здесь по три района этих поставлю, научных. Я лучше здесь тут соседство как раз будет. Рыбная лавка. Просто я пока не могу, пока нету научных кварталов. Поэтому это здание не могу. Так, я, наверное, хочу еще в Радашковичах сразу кораблик. Ну, да, здесь давайте. Что-то же вроде ног захватывал. Я просто с армиями дерусь там. Ага. Тебе он нужен? Нет, нет. Вообще. И мне не нужен. Я чисто эти... Звезды воинственности. Я звезда воинственности. Я два отряда потерял? Фак. Вот это я автоматом побился. Это очень странное решение автоматическое. Не знаю, ладно. Еще двух надо убить. Вторую звезду получу. Так, у меня био АФК. Есть время? Еще раз? Да есть, конечно. ОК. Таймер-то не это. Чу-чу АФК. Отойти человеку надо. Бил. Где у вас битва? Не видно, кстати. А битвы нет. Рассказал, что пойдет. Отлично. На фрешкуб будет битва, поэтому надо сидеть и ждать. Так, ничего здесь. Иначе он не успеет и принять по идее. Лошади Кутина. Терпите себе там. Приложение. Хорошие. Так. Красное. Ничего. Коричневый. Свинец. Такое, конечно, это могут захватить, но он все 48 стоит, а серебро за научный квартал. А еще Маури, как у тебя там с войной? 132. Ну, я корень забрал, но он его не защищал вообще. Мне кажется, сейчас пойдет. Ну, я заберу тоже. Не знаю, пока, когда он захватит, но это уже будет мне науку следующим ходом давать, потому что я построю... Так, тут он Амбру захватил. 54. Можно забирать. Как вот это вообще по городам? 6 сидит. 6 сидит. То есть это сейчас пока максимальная наука, которая у меня может быть. Ну, я убрал с производства, получается. Пока. Чудо могу присвоить. Так, в утике. Либо торговой экспедиции купить, либо ускорить за 321 науку. Конечно, 321, несомненно. Они явно дешевле стоят. Они стоят 169. Железо можем обрабатывать. Использовать подкрепление. Библиотеку строить. О, греки. Ладно, попридержим пока. Не знаю, почему-то распространилась моя религия, конечно. Так, я хочу чудо. Вопрос, какой они? Пирамиды Хеопса. О, Нотр-Дам. Считается святыней. Давайте Нотр-Дам. Так, корабли пока на автомат. Они пока не могут в море выплывать, к сожалению. Зеленый, я на тебя напал. Земля и свобода. Да, я вижу. Количество от присоединенных территорий. Пища. Представьте, присоединяйте объединение территории с помощью денег, а не влияния. Вот так и берем. У меня куча... Куча денег. То есть, я к Радашковичам за 430 денег. Наоборот. Давайте так и сделаем. Хобана. Давай посидим. Так, научный квартал. Так, тут барай можно построить. Так, сделаем. Пружанах. Библиотеку. Потом Шполу. Потом Нотр-Дам. Пять секунд. Так, делаем. Да, я себе тут. Поприходило. Приходило, да. Большая крокодила. Ужас. 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 Кстати, надо ли мне пока железо обрабатывать? Пока Нотр добавлю в очередь. Да, колесницы, которые делают минус половину отряда, это круто. Так, хотя вручную там и все, дерутся все. Ну, там еще полученцы обычный, по-моему. Ну да. Не, наверное, не буду подходить, потому что я прямо отсюда буду стрелять. Надо было позже подходить вот этой коляской, я мог сразу этого проатаковать. А он сейчас придется сюда, видите, зайдет. Звезду воинственности еще получил. Я даже близко походить не успел, причем не потому что я медленно кликал, я кликал нон-стоп, он таймера не хватает для битв, потому что он рассчитывает. Ну, то есть там задержка есть между командой и исполнением ее где-то в полторы-две секунды. Аня, Майя вошли во франки. Это я не получил. Той кот зеленый. А, не получил. Оставил мне что-нибудь там. Я тебя только двою-нито убил. Трой-ка. Вообще, армию убил уже. Так, слушайте, а где у нас там лимит городов сейчас увеличится? Че армию убил уже, считай? В зарубежных форпостах, да? Больше пока нигде нету. Ну, вообще, в принципе, я могу ног сейчас брать, потому что уже три. То есть это всего минус 10 будет давать. Так что надо, наверное, брать ног. И, возможно, альмека тоже пилить. То есть вот Куэрикангу забирать. Как-то... И объединять эти два города. Видимо. Можно закатить. Так, а культуры как тут у нас тоже вроде нечеток. Но с зеленым я полностью всю битву вижу. Можно понаблюдать, поболеть. Делать ставки. Лучше иди помоги. Допилить тебя, помочь. Нет, помочь с какой-нибудь там вот... А вам пусть его захватить. Знаете, что забавно? Я вот контролирую два города, но я ничего предложить не могу. Ну, ты, наверное, не можешь предложить, потому что нету... Короче, сколько там очков у коричневого, чтобы он сдался. Больше, да. Чем у меня. У меня поддержка гораздо больше, да, у него в смысле поддержка. Ну, вот когда у него до нуля упадет, только тогда возможно. Да. У него сейчас минус 16, ну, правда, минус 8 базовый, еще минус 8 забит. Ну, это все. Небыстрый процесс. Ну, просто изначально очень большое желание войны было. Типа, по мнению игры. Ну, у него были претензии ко мне, у меня к нему не было, поэтому... Кстати, аванпосты, по идее, я могу только разрушать. Я их даже захватываю не могу. Ну, вот эти вот. Которые не присоединены, да. Самое забавное, что даже если я сейчас делаю из аванпоста город, он берется быстрее, чем я вообще хоть что-то смогу сделать. Просто тупо из-за отсутствия ресурсов. Слушайте, что-то я уже потерялся. А кто в какой эпохе вообще? Я в античности. Собственно говоря, кто же. То есть, в средневековье только я и Димоникс, что ли? Угу. Ну, это вы там развиваетесь. У нас тут война как-то. Да, я бы не сказал, что я прям в развитии сижу. Упарываюсь. Ну, а без войны что еще можно делать? Воевать. Там, по чуть-чуть. А, не понял. На пол шишечки. Так, все, походил. Да, тут, конечно, тут не настолько легкое взятие, как там были греки с коричневым. Тут, конечно, Димоникс победит, но... Зря, зря я короче этот свет выбрал. У него просто вот этих его юнитов стреляющих многовато. Благородные метатели дротиков. Да. Я проиграл, потому что у меня метатели обычные. У него благородные. Ну, явно он лучше развит. Ну, да. Реально, у тебя просто метатели дротиков. У него благородные метатели дротиков. Это как... Это какое-то развитие следующее, что ли? Благородные метатели дротиков, это какая культура? Это уникальный юнит. Я понимаю, это какая культура? Это гипо-майя был. Нет, твои альмейки я знаю, а у Димоникс кто? У него кто там был. Майя были вроде? Майя, а, майя. То есть альмейки, это следующее майя. Надо, конечно, за альмейков надо было майя брать. Подожди, а ты... Ах, нет, у майя это античность тоже. Или нет, у меня древний мир брать. То есть они на одномой крови. То есть у альмейков просто метатели, а у майя благородные метатели. Или не так? Надо посмотреть. Видите, у меня выкупать постройки дешевле. А тут отремесленного квартала плюс 3. Слуги великолепного. Так, это вот эти мы можем через юнитами просто плавать. В портификации открылись. 405, либо за 644 ремесла. Они сколько стоят на самом деле? 322. Так что ускоряем так. Так, ну, ног захватываем. Четвертый город делаем. Да, 0, так. Ног захвачен. Я третью... А, нет, это за районы. Я думаю, я третью за убийство получил. Ну, я бы Хуарикангу, наверное, забрал. А когда там мои уникальные эти... Слонята? Следующим ходом как раз. Так. 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 так это я кутики будут все-таки присоединять четвертым ног я буду отдельно даже может не ног я может наоборот хури кангу буду развивать ног присоединю это нормально у нас здесь все ровно то же самое ну это видимо для того чтобы нельзя было сразу то есть надо ждать зима полного капитуляции тогда ты сможешь что-то требовать только вот эту манчарную мастерскую сам строю идет сейчас по минус 8 по моему ну значит не надо было нападать такое высокое желание война соперника получается да типа надо как там же смотри там идея в чем претензия ты кидаешь претензию и он либо ее принимает либо отказывается если отказывается тогда он объявляет тебе войну по походу если он не отказывается она просто висит то она повышает твое желание войны и понижать видимо ему желание войны как-то так если вы если просто вот объявлять войну без ничего тогда вот такие ситуации происходят ну да все на претензиях завязано прежде скину зеленому претензию просто гляну за три претензии и либо угнетаете мой народ либо угнетаете правоверных либо война с моим союзником типа хрена ты с франками воюешь ну вот угнетаете правоверных потребовать ведь я вот потребовал теперь у меня плюс три желания к войне у него минус один продал никак не отреагировал пока на эту претензию тебя у меня будет погнетать нормально минус свой минус мир и за что я тебя имел столько всего смысле так ты продолжаешь иметь ничего не объявляю ты сможешь не не реагировать никак на это претензия 10 ходов держится что заблокировано нет и просто новые по моему не можешь ничего покупать все что было так оно и осталось да на нет написано приостановлено у меня ничего не написано что приостановлено странно так ассимиляция он просто дешевле примесла еще тоже все это надо строить это так на город наука или за торговые пути блин интересно на минусы пошло и да на и давать на расчетки за ученых возьмем следующий пока следующее чудо будет стоить тысячи пятьдесят культура кстати нормально намного быстрее они контроля чем вручную а то есть открываем битву и там нажимаем автоматический бой смотрим до бояшую тактики немного теряется но зато это не 25 минут как у нас по голосу битва реально она была минуту наверно тут постою пока ой отделил хотя вы знаете можно давайте так сделаем ученики отдельно пускай стоят так вообще можно сделать юнит и у тебя я этих поселов открыл не наверно посел еще после вы только здесь у нас кораблики просто пока никак не плавают мир мы ведь дружим да да не буду я тебя пилить плен давайте просто барай строить умеем можно реально в следующую эпоху выходить какой-то очень большой а я сказал это империя александра не знаю наверно все таки в этот раз все таки надо взять уже на науку это как минимум лёша тяжело будет потому что он забыл сделать что забыл а ну да я наоборот помнажал выключите я реально там нажимал а надо было включить на так ну не вообще скорее всего ты нажал включить союз качество торговых путей плюс деньги у меня вообще такое ощущение что там слияние от общественного квартала скорость перемещения давать неропопечительство того что развитие разума плюс 20 науки за союз самок на битве принять не знаю эти попечительством закончится без боя надо бы переименовать религию вообще как назвать даже не знаю лишь изм я никогда не подводил забавных города становится мне все в городах перейдет я не хочу как не ну ты можешь их же и как его она я могу сжечь наверное сжечь можешь оси мили как его поглотить поглотить это там теха нужна какая-то да там тех причем она не близко находится бремя зима каждый ход какие-то откуда наука валит просто три рукописи и фестиваль сейчас мы быстро все догоним по науке и просто в производство ломаниум давайте в утике священное место сделаю вот тут так помогу строительство священного места так чё в пружанах отелье до продажкович их тоже отелье то можно стены о железо не обнял кати железо тут пока не надо театр стены правление откупами театр бутики все пока поставленного так чё с торговли есть конь торговля новая тут ничего с демоник сам ничего с красным что ты отключил включил посмотреть состояние мы верим что там все на территорию смотришь 260 что-то дорого за шафран ну да вот у меня все что осталось посидиан внизу там производит надо купить что два процента к производству которыми немерено и мрамор надо купить так все остальное но лошадей можно нельзя так ну в принципе зашибись сейчас немножко еще улучшили что нас тут открывается где у нас более крутые суда которые могли бы плавать подольше ну чё открыл дешевле стоимость всех ресурсов больше лимит городов квадрирема пишет теперь 0 как бы поддержки я все забрать не смог ну чё наверное надо переходить в следующую эпоху я думаю я все построил везде барай сделал так что все территории присоединены до бараев тут нет тут нет но у тебя один вариант то есть если у тебя хватает не салитет тут нет не нас еще хватает думаю переходим по цвету голландцы на деньги ирокезы на пищу еще солнце зал достойных плюс 3 наука савон наука за каждое соседство с объектом научный квартал и плюс 3 на объект город и аванпост ну например мин не интересно монголы на производство а моголы просто моголы влияние промышленности такое османы поляки и испанцы и японцы короче давайте наверное час солнцев примем я могу сейчас предложить мир только там я заберу только половину земель на самом деле так битва за умы наверно научный подход но мне интересно если убить вот этот город последнюю территорию да это все больше больше меня территории нету что убить я его могу в этот ход новое будет новые священное место на заставить что вы проиграли по моему нет так ну давайте амбар меня клеф где ты паводковые а вот паводковые тут я тут не вижу не нету на реке ничего паводковые можно не ставить кузницу можно ну лес тут тоже есть можно построить ладно и так вообще не экспертная политика стоит я наверно хок кстати скорее всего поглощу утекай вот сколько стоит поглощение там еще надо каши теху открыть она будет найти ну и собственно суть экономика в жопе что тут открывать свобода прессы я думаю нафиг состав армии зато стабильно и независим независимый народу вообще можно уже игнорировать их просто нету я так понимаю на этом пока все спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества для всех остальных она появится завтра спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока